Рождение будущего писателя стало неожиданностью. Несколькими годами ранее Рут Кинг поставили диагноз бесплодия, что привело к тому, что в 1945 году Кинги усыновили старшего брата Стивена, Дэвида Виктора. В первые годы брака Рут и Дональд Кинг постоянно были в разъездах. Дональд, служивший в торговом флоте, часто находился вдали от дома. Как пишет Стивен Кинг в своей научно-популярной книге 1981 года «Фляска смерти», его отец был поклонником ужасов и научно-фантастических историй, и сам безуспешно пытался писать. Обнаружение коробки с отцовскими книгами, в которой находился Томик Лавкрафта, стал настоящим откровением для Кинга. Когда автору было всего два года, его отец ушел за пачкой сигареты и больше не вернулся. Из-за слабого здоровья юный Стивен Кинг оставался дома большую часть первого года начальной школы. Из-за кори и неоднократных приступов стрептококковой инфекции, которые привели к болезненным ушным инфекциям, он проводил большую часть времени либо в постели, либо в кабинете врача. Лечение, которое включало многократные прокалывания барабанной перепонки, навсегда осталось в памяти писателя. Он писал, «Это была самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал. Единственное, что могло сравниться с ней, это первый месяц восстановления после того, как летом 99-го года меня сбил фургон». Когда писателя спросили, было ли в его детстве событие, которое каким-то образом исказило его восприятие и заставило писать истории в жанре ужасов, Стивен Кинг отметил, что он не может вспомнить ни одного конкретного случая. Однако он рассказал одну ужасающую историю, которая произошла, когда ему было 4 года. В «Дэнс Макабра» Кинг писал, «По словам мамы, я пошел играть к соседям, чей дом находился недалеко от железнодорожных путей. Я вернулся примерно через час и был бледным, как привидение. Я не произнес ни слова до конца дня. Оказалось, что ребенок, с которым я играл, был сбит товарным поездом, когда играл на рельсах и перебегал их. Моя мама не знала, был ли я рядом, когда это случилось». И пускай Стивен Кинг получил частичную стипендию в университете Дрю в Нью-Джерси, его скудные финансы не позволили ему остаться в родном штате после окончания школы. Вместо этого он последовал за своим старшим братом Дэвидом в университет штата Мэн. В колледже, в разгар войны во Вьетнаме, Кинг принимал активное участие в протестах в кампусе и вел колонку в университетской газете под названием «Мусоровоз Кинга». На первом курсе он впервые продал свое творчество журналу «Потрясающие загадочные истории». Рассказ под названием «Стеклянный пол» принес небогатому студенту неожиданный доход в размере 35 долларов. Чтобы заработать еще денег, помимо еженедельных 5 долларов, которые присылала ему мать, Кинг устроился работать в библиотеку. Там он и встретил женщину, которая впоследствии стала его женой, историка и начинающего поэта по имени Табита Спрус. В 2000 году Табита рассказала биографе. «Он был в буквальном смысле самым бедным студентом колледжа, которого я встречала в своей жизни. Он носил обрезанные калоши, потому что не мог позволить себе нормальную обувь. В 70-м году у пары родился ребенок, дочь Наоми. После выпускного Кинг и Спрус поженились и переехали в трейлер в Хермоне, штат Мэн. В то время как Кинг безуспешно искал место учителя, он устроился на несколько низкооплачиваемых работ, чтобы сводить концы с концами. Начинающий писатель работал на заправке и в промышленной прачечной. Часто будучи подавленным, Кинг чувствовал, что все, что он делает со своим образованием, так это копировал жизнь своей матери. Кинг писал в мемуарах, что будучи болезненным шестилетним мальчиком, он провел большую часть учебного года в постели. Чтобы скоротать время, Кинг читал все, что попадалось ему в руки, от классики до комиксов. Во время выздоровления он сделал первые неуверенные шаги в сочинении собственных историй. Кинг писал, имитация предшествовала сочинению. Я копировал комиксы Комбат Кейси дословно, иногда добавляя собственные описания. Подающий надежды автор в конце концов набрался храбрости, чтобы показать матери одной из своих гибридных творений. Рут Кинг была впечатлена усилиями сына, но когда спросила его, сочинил ли он эту историю самостоятельно, Стивен смущенно признал, что скопировал ее. Убедив сына написать свой собственный рассказ, Рут Кинг направила его на путь писателя. К сожалению, Нелли Рут Кинг не увидела, как ее сын прославился. 18 декабря 1973 года, всего за несколько месяцев до публикации первого романа Кинга, она проиграла долгую и мучительную битву с раком. Жизнь Стивена Кинга навсегда изменилась в 1974 году с публикацией романа «Кэрри». Роман о Кэрри, девушке-подростке, подвергающейся астракизму и кроваво отомстившей всем своим школьным хулиганам с помощью недавно обнаруженных психокинетических способностей, формировался в уме Кинга по частям на протяжении нескольких лет, прежде чем он, наконец, сел за написание этой истории. Кинг подробно рассказывает в своих мемуарах, что после того, как он с энтузиазмом напечатал первые три страницы, разочарованный будущий писатель почувствовал, что просто не может разобраться в повествовании. Не ощущая искренности происходящего с точки зрения персонажей Кэрри, которые были в основном женского пола, Кинг сдался и выбросил рукопись в мусорное ведро. К счастью для Кинга, его зоркая жена нашла выброшенную рукопись, разгладила скомканные страницы и прочла их. Объяснив мужу, что он движется в нужном направлении, Табита сказала ему, что может помочь с точки зрения девочки-подростка. Кэрри нашла издателя в Дабл Дэй, а Кинг получил скромный, но необходимый аванс в размере двух с половиной тысяч долларов, который позволил семье купить новую машину. Однако лучшее было впереди. В День матери 73-го года Кинг узнал, что права на издательство его первого романа были проданы за поразительную сумму в 400 тысяч долларов, из которых ему была гарантирована половина. Дни финансовой нестабильности Стивена Кинга закончились. Теперь он стал профессиональным писателем. К середине 80-х годов Стивен Кинг был широко известным писателем, миллионером и бесспорным мастером жанра ужасов. И пускай многие из его работ были адаптированы для экрана, лишь немногие фильмы получили одобрение самого автора. Книги Стивена Кинга были однозначным успехом, но фильмы, основанные на его романах, неизменно оставались сомнительными. Кинг, который всю жизнь был поклонником кино, наконец-то получил возможность поучаствовать в создании киноленты в 86-м году благодаря итальянскому киномагнату Дину Де Лаурентису. Согласно SlashFilm, Кинг и Де Лаурентис поладили во время производства фильма «Кошачий глаз» антологии из трех историй. Де Лаурентис дал Кингу редкую возможность адаптировать свое произведение для сценария и признал его талант визуального рассказчика. Когда Кинг проявил интерес к режиссуре, Де Лаурентис дал шанс автору бестселлеров. К сожалению, режиссерский дебют Кинга оказался провальным. Максимальное ускорение, основанное на рассказе Кинга «Грузовики» о разумных машинах, захватывающих землю, стал провалом как с точки зрения отзывов критиков, так и с точки зрения кассовых сборов и в конечном итоге был разочаровывающим опытом для автора, который во время съемок сильно страдал от кокаиновой зависимости и алкоголизма. Кинг сказал Тони Мэджистрали, автору книги «Стивен Кинг в Голливуде» «Проблема с этим фильмом в том, что я находился под воздействием наркотиков на протяжении всего производства и действительно не знал, что делаю». Тем временем, максимальное ускорение с тех пор завоевало репутацию культовой классики. В 1991 году Стивен Кинг сам стал участником истории, настолько ужасающей, что ее можно было бы легко найти на страницах одной из его книг. В субботу утром 20 апреля 1991 года жена писателя Табита обнаружила 26-летнего Эрика Кина из Сан-Антонио, штат Техас, в их величественном викторианском доме в Бангоре, штат Мэн. Кин держал рюкзак, в котором, как он утверждал, была бомба. Миссис Кинг в это время была одна в доме и сбежала к соседям, чтобы вызвать полицию. Когда приехали патрульные, они обнаружили Кина на чердаке, размахивающего чем-то вроде самодельного детонатора. Полицейская собака заставила Кина уронить устройство, которое оказалось подделкой. Позже Кин сообщил прессе, что намеревался отомстить Кингу за кражу сюжета его бестселлера 1987 года «Мизери» у тети Кина. После отбытия 127 дней из двухлетнего срока условного заключения, Кин был экстрадирован обратно в Техас за нарушение условий досрочного освобождения. Кинг и его жена имели дело с рядом и других расстроенных фанатов и правонарушителей, включая человека из Калифорнии, который утверждал, что писатель был настоящим убийцей Джона Леннона, и гражданина Чехии, который был арестован за преследование после того, как оставлял записки с угрозами в почтовом ящике Кинга. В своих мемуарах Стивен Кинг пишет, что он впервые попробовал алкоголь в возрасте 18 лет во время школьной поездки в Нью-Йорк и Вашингтон. Как и в случае с большинством новичков в этом деле, он переусествовал и сильно заболел. Тем не менее, с этого момента алкоголь вошел в привычку. Кинг написал, Когда в начале 80-х в штате Мэн был введен в действие закон о возврате использованной стеклянной тары, Кинг осознал, что у него есть проблема, увидев огромное количество бутылок, которые ему приходилось возвращать. Тем не менее, он не мог решить эту проблему еще несколько лет. К 85-му году Кинг добавил к своей проблеме с алкоголем пристрастие к хокаину. Пока он принимал наркотики, он не ложился спать допоздна, и его пульс опасно учащался, когда он писал. Наконец, жена писателя решила вмешаться. Собрав друзей и семью, Табита Кинг устроила серьезный разговор с мужем и поставила ультиматум – отказаться от наркотиков или уйти из дома. Кинг мудро выбрал реабилитационный центр и с конца 80-х старается держаться подальше от наркотиков и алкоголя. В субботу 19 июня 1999 года Стивен Кинг совершал ежедневную прогулку по уединенной проселочной дороге недалеко от своего дома в Нортловеле, штат Мэн. Когда Кинг шел против движения по шоссе номер 5, его сбил голубой минивэн, которым управлял 43-летний бывший строитель Брайан Смит. По данным Гардиан, Смит отвлекся от дороги в попытке угомонить одну из своих собак, которая рылась в его охладители для пива. Перелетев через фургон, Кинг ударился головой о лобовое стекло и приземлился в канаве на расстоянии 4 метров от места удара. Смит предположил, что сбил оленя, пока не заметил окровавленные очки Кинга на переднем сидении. Кинг получил сотрясение мозга, сломанное бедро, таз, ребра и бедренную кость и прокол легкого. Если бы он быстро не перевернулся влево, когда фургон сбил его, он вполне мог погибнуть переударя. Роман Стивена Кинга 1977 года «Ярость», написанный под псевдонимом Ричард Бахман, имеет давнюю и неудачную связь с насилием в школе. История неуравновешенного старшеклассника, который, угрожая пистолетом, берет одноклассников в заложники, была связана с рядом инцидентов, произошедших с 1988 года, и Кинг решил изъять эту книгу из обращения. Он сказал в 60 Minutes, если есть что-то, о чем я сожалею в своей карьере, так это публикация романа «Ярость». В своем эссе «Оружие» 2013 года, написанном после стрельбы в начальной школе Сэнди Хук, Кинг уточняет, что пускай он не считает, что роман является единственной причиной инцидентов, он, возможно, действовал как катализатор. Он написал «Я отозвал роман из печати, потому что, по моему мнению, он мог причинить вред людям и стать причиной совершения плохих поступков». По иронии судьбы, ярость стала предметом коллекционирования. С момента прекращения печати первые издания регулярно продаются за огромные суммы. Обладая сильной близорукостью с детства, Стивен Кинг большую часть своей жизни носил то, что он называл «стеклами от бутылок из-под колы». Однако в интервью 1998 года передачи телеканала CBS 60 Minutes, Кинг раскрыл гораздо более серьезную угрозу для своего зрения, чем миопия – макулодистрофия. Связанное со старением заболевание является основной причиной потери зрения и затрагивает более 10 миллионов американцев. Прогрессирующее состояние вызывает потерю зрения в центре глаза, при этом периферическое зрение в значительной степени не затрагивается. Кинг пошутил по этому поводу, сказав, «Это та часть, которую я хотел бы сохранить как мужчина и как писатель. То, что я вижу по сторонам». Писатель сообщил на своем официальном сайте, что пускай у него есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию, у него пока нет явных симптомов.